Добрый день! Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Коллеги, пожалуйста. Итак, всем добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему речевое развитие детей, работа над звуковой орфоэпической интенсионной культурой речи. Замечательно. Итак, где-то я буду что-то озвучивать, какие-то теоретические моменты, где-то мы с вами будем вместе что-то обсуждать, но, пожалуйста, старайтесь следить за логикой моих рассуждений и где-то тоже старайтесь рассуждать, даже если будете применять внутреннюю речь, тем не менее, то есть старайтесь отвечать на эти вопросы сами для себя. Итак, русский язык. Мы с самого рождения изучаем наш родной язык, и мы изучаем русский язык. Вот эти два термина, язык и речь, эти два понятия, безусловно, они очень тесно связаны между собой, но они не тождественны. И каждый из нас должен, как педагог, прежде всего, представлять, что есть язык. Язык — это есть система, система знаков, которую мы начинаем осваивать и усваивать с детского возраста и дальше, в начальных классах, обучаясь в школе до 11 класса и далее обучаясь уже в университете, то есть на протяжении всей своей жизни. Язык — это явление социальное. Мы им обладеваем только в социуме, общаясь друг с другом, безусловно. Язык и речь — это не тождественные понятия, но они, конечно же, связаны между собой. Безусловно, об этом еще говорили такие ученые, как Фердинанд и Сассиур или Владимир Щерба. И мы с вами, как педагоги, прежде всего, конечно, имеем дело с речью. Речь, она конкретна, она индивидуальна. Ну, например, мы все с вами говорим на русском языке, но говорим на русском языке по-разному, потому что у каждого свой словарный запас, у каждого из нас свой темп, тембр, свои речевые ошибки, да, акцентология, орфоэпия, интонация. То есть мы узнаем друг друга по речи. Именно над речью, как педагоги, как учителя, как воспитатели, да, мы с вами работаем, работаем с детьми. И вот здесь очень важно понимать, что эти два явления очень тесно связаны между собой. Важно вести вот это системное изучение единиц языка и речи. Сначала мы знакомимся со звуками, да, артикуляционный аппарат у ребенка изначально не развит, и он развивается в процессе его роста, его становления, то есть артикуляционный аппарат формируется. И мы учимся произносить звуки и овладеваем звуковой стороной речи. Дальше из звуков строится что? Следующая единица языка – это морфема, морфемный уровень. Морфема – это строительный материал для слова. Следующая единица слова. Мы обогащаем лексикон, мы развиваем наш лексикон, обогащая его чем? Синонимами, да, антонимами, фразеологизмами, дальше пословицы и поговорки. В русском языке очень ярко реализуется поле семи, то есть многозначность слова. Изобразительно-выразительные средства – все это и есть слово во всех его проявлениях. Из слов мы строим следующую единицу. Следующая единица, вот нужно сказать, если слово – это номинативная единица, он только называет какие-то предметы, явления, признаки, действия, то дальше мы уже говорим о словосочетании и предложении, и затем тексте. То есть текст, предложение – это уже высший коммуникативный уровень языка. У нас основная функция языка – это функция общения. Вот не случайно я показываю вот эту цепочку и эти единицы, да, потому что раз язык – это система, то не усвоив, не поняв, да, не проникнув, так скажем, в содержание каждой единицы языка, мы, в общем-то, не сможем дойти до текста. Поэтому очень важно начинать работу именно со звука, с того, как он осваивается, да, ребенком, нужно это понимать. То есть освоение именно звуковой составляющей. Звуки изучает фонетика. Фонетика очень тесно связана с арфоэпией, то есть произношением. В широком смысле это только произношение слов. И в широком смысле это и что еще? Это постановка ударения, то есть акцентология. Это все арфоэпией. Это все связано с фонетикой. И если мы хорошо осваиваем и усваиваем фонетику, то есть мы развиваем фонематический слух, то в дальнейшем, конечно, ребенок очень хорошо пишет и диктанты. И дальше идет освоение и усвоение других единиц языка, то есть единиц более высокого уровня. И вот что хочется сказать. Самой главной фигурой, безусловно, здесь, наверное, является педагог, учитель, воспитатель. Почему вообще педагог во всех проявлениях этого слова? Здесь очень важно, чтобы речь, а мы сейчас говорим о звуковой составляющей, о звуковой культуре, о парфоэпической культуре, об интенсионной культуре. Это все должно быть в идеале у педагога. Потому что, в общем-то, большую часть времени, большую часть времени ребенок проводит именно с вами. Именно с вами он находится в течение дня. И именно вы транслируете транслируете эту речевую культуру. То есть правильная речь, а может быть даже образец. Это было бы в идеале образец хорошей речи. Именно как педагог это вы транслируете. Но вот здесь я отметила, посмотрите, пожалуйста, коллеги, работа над интонацией. То есть ребенку свойственно что? Копировать ту интонацию, которую воспроизводит взрослый. Орфоэпическая норма. Если педагог соблюдает орфоэпическую норму во всех ее проявлениях и произношения, и акцентологии, безусловно, ребенок опять же копирует, подражает, потому что вы для него являетесь образцом прежде всего. То есть это и акцентология, и орфоэпическая норма. Но для того, чтобы быть образцом, безусловно, мы с вами должны над собой работать и обращаться к орфоэпическим словарям. И вот здесь мы видим, то есть педагог формирует культуру речи, речевую культуру. Но зачастую, к сожалению, только педагог и транслирует эту речевую культуру, потому что разная бывает среда, в которой растет ребенок, разное окружение, факторов очень много, я на них не буду останавливаться, мы все с вами это понимаем. Поэтому важно работать над коммуникативными качествами хорошей речи. То есть мы слышим, мы повторяем, мы следуем образцу. Поэтому в центре всего находится педагог. Ну и я напомню, коммуникативное качество хорошей речи, то есть когда она считается хорошей, когда речь правильная, то есть соответствует нормам русского языка. А норм у нас очень много, и все они закреплены в справочниках, словарях, грамматиках. Далее, это богатство речи. В русском языке богатство речи проявляется на уровне как лексики, так и интонации. Интонационно русский язык, безусловно, очень богат. Например, ученые, которые занимаются инструментальной фонетикой, они пронаблюдали за следующим. Взяли предложение, состоящее из одного слова, осторожно, и они пронаблюдали, что в русском языке можно произнести это предложение с 22 различными интонациями. Следующее коммуникативное качество хорошей речи. Мы сказали правильность, богатство, выразительность. Выразительность – это изобразительно-выразительные средства, это, опять же, интонация, это лексика, это логичность, то есть любой связанный текст, он должен быть связанным, он должен быть логичным, безусловно, последовательным. Это чистота речи, безусловно, то есть отсутствие в ней слов сорняков, слов паразитов, то, что не несет никакой смысловой нагрузки, а только затрудняет восприятие речи, восприятие какой-то фразы. Следующее коммуникативное качество хорошей речи – это уместность. То есть мы с вами должны владеть стилями, функциональными стилями языка. Это научный стиль, публицистический стиль, литературно-художественный стиль, официально-деловой стиль и литературно-разговорный. И в зависимости от того, где мы находимся, с кем мы общаемся, мы выбираем те или иные языковые средства. Уместность речи, да, мы с вами назвали. Это основные коммуникативные качества хорошей речи, которые транслирует педагог. Далее, что очень важно, работа над развитием произносительной культуры, что она включает, да, она начинается еще и в дошкольном возрасте, безусловно, потом продолжается в начальной школе и уже в старшей школе, безусловно, то есть все это непрерывный процесс. И вот если мы с вами посмотрим на те требования, которые отражаются в вопросе, да, что мы увидим? Произносительная культура речи старшего дошкольника. Что включает, например, развитие фонематического слуха, а уже младшего школьника, владение фонетической системой русского языка, владение интенсионным богатством. И вот здесь мы видим сопоставление. Если здесь мы видим владение интенсионным богатством, то идет приращение, и оно идет от класса к классу, безусловно, знание архоэпических правил, их соблюдение, владение акцентологическими нормами. То есть уже обучающиеся, они знакомятся со словарем, с акцентологией, с фонетикой, безусловно, с архоэпией более глубоко. И дальше мы видим формирование произносительной культуры, то есть произношение звуков, овладение минимумом слов, представляющих акцентологическую трудность. И дальше дикционное совершенство. Дикционное совершенство. То есть работа над звуковой составляющей. Конечно же, мы с вами должны, уважаемые коллеги, учитывать преемственность формирования архоэпической или акцентологической нормы у детей определенного возраста. И здесь, если мы видим общее, и то, что есть новое, то, что приобретается на каждой ступени образования, и мы говорим сейчас об образцовом речевом портрете ребенка. Что здесь должно быть? Имеет развитый фонематический слух, умеет выделять ударный слух, ставить знак ударения, распознает особенности интонационного рисунка фразы, умеет их произносить. Далее мы видим, применяет знания об интонации при произнесении фразы, передает интонацию конца предложения, это уже в начальных классах. Различает на слух ударные и безударные слоги, соблюдает архоэпические нормы, знает архоэпические минимумы, то есть уже даже в дошкольном возрасте есть определенный архоэпический минимум, который дальше пополняется от класса к классу. Умеет работать с архоэпическим словарем, новый навык, который приобретает ребенок в начальных классах. Владеет динцей, имеет элементарную мотивационную, готовность следовать архоэпические нормы языка, умеет правильно воспроизводить услышанное по образцу. То есть вот это ключевое, вот это важное. А образцом вот такой идеальной речи, правильной речи, является, конечно же, речь педагога. То есть вот в данном случае ребенок подражает, подражает и следует образцу. Если у нас развит фономатический слух в определенном возрасте, то в общем-то в дальнейшем сложности с написанием диктантов и с написанием изложений их, конечно же, не будет. Мы сможем дальше усваивать новые единицы языка. Что интересно, вот поговорим о звуке. Безусловно, мы с вами понимаем, что дети бывают сейчас у нас разные, да, и есть те, которые правильно развиваются, они осваивают и усваивают, да, все звуки, и артикуляционный аппарат правильно формируется. Но, к сожалению, сейчас у нас много детей, у которых есть трудности в освоении именно звуков языка, звуков речи. И здесь, конечно, нужны индивидуальные подходы, специальная работа уже учителя-логопеда. Но в любом случае мы с вами понимаем, что, да, каждый звук имеет свои способы образования, место образования, да, для этого у нас работают активные пассивные органы, то есть артикуляционный аппарат. Но, кроме того, вот ученые-лингвисты, они говорят о том, что звуки, гласные звуки, прежде всего, вызывают определенные ассоциации. В связи с этим возникают различные методики, ассоциации, связанные с различным цветом. Опыты ученого-психолингвиста Александра Павловича Журавлева, они показывают, что гласные вызывают определенные ассоциации в сознании людей. То есть он это доказал экспериментальным путем, то есть звук и смысл. И вот этот ученый ввел термин звукоцвет. Звукоцвет. Вот не заглядывая на этот слайд презентации, да, коллеги, вы можете тоже, да, так себе вот задать вопрос, например, звук А, какие ассоциации вызывают у вас? Звук О, какие ассоциации вызывают? И вот таким образом опрашивая определенное количество людей, а для объективности эксперимента это не менее ста участников, не менее ста участников, вот, и показала вот этот опрос, что А, например, вызывает ассоциации, то есть цвет, с каким цветом ассоциируется? С цветом густокрасным, Я ярко-красный, О, светло-желтый, допустим, и синий и так далее. Вот вы видите эту таблицу, эту схему, которую предлагает журавлёк. И действительно это так, то есть каждый звук гласный вызывает определенную ассоциацию у человека, и зная это, писатели, поэты, безусловно, используют вот это как прием при создании своих произведений. И когда мы соприкасаемся именно с художественным словом, с художественным словом, вот читая какие-то строки, какие-то слова, безусловно, звуки и гласный, и согласный, они играют свою роль, и они вызывают тоже определенные образы. Вот. И здесь вот я начала говорить, сейчас очень много методик, которые связаны со звуком, с цветом, дети что-то могут рисовать, да, то есть они слышат эти звуки, они изображают это красками, это очень хорошо, особенно в таком детском возрасте. Вот. Все эти методики, они тоже очень хорошо влияют на развитие моторики, языка, ассоциации, ассоциативного мышления, ну и в конечном итоге, конечно же, речи. Вот. И то, о чем я говорила, да, применение целенаправленное применение, использование определенных звуков в поэтических текстах, художественных текстах, это называется звукопись. Если повторяются какие-то гласные звуки, это называется ассонанс, повторяются согласные звуки, это аль-литерация. Обращаясь к словарю Тихонова, вот, можно прочитать следующее. Русский язык многогранен, щедр, богат звукописью, удивителен по тонкости, музыкальности, задушевности. Действительно это так. И вот сейчас я такие вот стихи прочитаю, да, именно стихи, ну это в общем-то во всех стихотворениях есть, но стихотворениях есть этот прием, ассонанс, аль-литерация, да, но здесь особенно ярко он проявляется. То есть что мы слышим, какие ассоциации, какие чувства возникают у нас, когда мы читаем эти строки. Полночной порою болотной глушит, чуть слышно, бесшумно шумят камыши. Известные строки известного автора, да, и здесь посмотрите, коллеги, вот мы видим аль-литерацию повторения вот шипящих ш, 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 да, определенный создается образ. Мы действительно слышим это шуршание. То есть мы слышим слово, а слово строится из звуков, а звуки дают определенные образы, создают эти образы. Или, например, всю ночь шуршало и шумело, шептало в темень, уходя, текло, срывалось, шерестело и что-то мне сказать хотело под шум дождя, под шум дождя. Вот. То есть повторение определенных согласных. Ну, в данном случае у нас есть шипящие, ж, ш, д, взрывные согласные, да, взрывные согласные. Ну, и здесь можно говорить и о скороговорках, и о чистоговорках, которые отрабатывают определенные звуки, и создают определенный настрой. Когда мы говорим о звукописи, вот, например, да, гласный звук А, допустим, поэзия Маяковского, там звука А очень много и у нас ассоциации с красным цветом. Если мы возьмем поэзию Есенина, то там, безусловно, преобладает звук И во многих его стихах, и это вот сень, это оттенки голубого, это лазурные цвета, вот, поэтому, вот, рисование звуками и видение этих звуков, и произношение звуков, это есть погружение именно в ассоциации, погружение в ассоциации, погружение в смысл, смысл слова. Ну, вот, допустим, да, еще такие вот уже яркие стихотворения, их очень много на самом деле, которые отрабатывают тот или иной звук, в данном случае согласный, мы четко артикулируем, произносим, да, отрабатываем эти звуки. Жа-жа-жа мы нашли в лесу жа, жу-жу-жу, подошли мы к ежу, ужа-ужа-ужа, впереди большого лужа, жог-жог-жог, надень, дежек, сапожок. Но они детские, тем не менее, это артикуляционная гимнастика, да, и отработка определенного согласного. Корней Иоанн Чукурский, да, радость, вот звук р, дрожащий, вибрант, у многих детей он не получается, опять-таки, все зависит от того, где он находится, да, здесь тоже существуют разные методики его постановки, но звук р, это абсолютно разные оттенки. В данном стихотворении, посмотрите, рады, 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 светлые березы, и на них от радости вырастают розы, рады, 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 темные осины, и на них от радости растут апельсины. Вот этот вот слог ра, в данном случае, он несет такой вот, мы знаем, бог солнца, ра, ра, энергия, свет, солнце, тепло, позитив, и у нас настроение создается определенное, да, хотя вроде бы звук р, дрожащий вибрант, но в данном случае, здесь вот именно такая позитивная картина, то есть абсолютно четко рисуется образ при помощи данного звука, и он, вот, Чуковским используется здесь не случайно, да, то есть идет игра, это есть аллитерация, это есть звукопись. Следующий момент, на который мне хочется обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это, конечно же, оказиональное образование. Оказионализмы, они характерны, в общем-то, для творчества многих писателей, но, как говорил тот же Корнеев Иванович Чуковский в своей книге «От двух до пяти», да, я думаю, вы с ней знакомы, именно детское словотворчество, оно начинается, вот, в детстве до пяти лет очень активно, сейчас оно у многих продолжается до десяти лет, а у талантливых людей оно продолжается на протяжении всей жизни, и вот это придумывание новых слов, обыгрывание, да, и называется оказиональное образование, авторские неологизмы, то есть поэтам, писателям, им не хватает тех слов, которые в языке, и они играют со звуком прежде всего, ну, а дальше мы видим это проявление уже в рекламе, да, в рекламе, то есть не каждый из нас сможет придумать новое слово, хотя модели в языке существуют, и вот, например, очень яркие, такие яркие оказиональные образования мы можем встретить у Хлебникова, шуршат камышини и плывут облакини, вот сейчас, например, по этой модели появилось слово филологини, да, и так далее, тинделиком, мандолиной, дундудел, виолончелью, Владимир Маяковский, то есть вот такие оказиональные образования, наблюдайте за речью детей, они появляются в их лексиконе, потому что до определенного возраста ребенок грамматикой русского языка еще не владеет, и он вот так спонтанно, как бы, чувствуя язык, сам может играть со звуком, придумывать свои слова, здесь важно, конечно, родителям, прежде всего, записывать за ребенком, потому что это признак способностей, таланта, который, возможно, в дальнейшем будет развиваться, так же, как вот Есенин, Хлебников, Майковский, многие другие великие поэты, могут писатели дальше развивать, да, на протяжении жизни, это дано не каждому. Следующий момент, да, то есть мы говорим о звуках, но мы говорим, безусловно, о фонетике, об акцентологии, орфоэпии. Конечно, педагог постоянно должен обращаться к орфоэпическим словарям, потому что русский язык действительно очень сложный, и происходит с течением времени изменение орфоэпической нормы, и, в общем-то, наверное, иногда нам сложно даже самим, да, поставить ударение в свой, то есть сомневаемся, а как же здесь, а как правильно, поэтому нужно постоянно заглядывать в орфоэпические слова. Русское ударение поистине душа слова, отними у слова ударение, его не станет, поставьте неправильное ударение, и разрушится все слово. Безусловно, это так, особенно если речь идет у нас об амонимах, да, об амографах, то есть у нас есть в русском языке такие слова, которые мы пишем одинаково, но произносим по-разному, только ударение именно различает вот этот вот смысл слов. Русское ударение, оно сложное, безусловно, допустим, если во французском языке ударение на последнем слоге, то у нас в русском языке ударение разноместное, да, оно динамическое, подвижное, кроме того, если слово сложное, то есть состоит из двух и более корней, например, грязи, вода, лечебница, то в слове есть основное ударение и еще дополнительное, второстепенное ударение. Кроме того, есть вариантное ударение, можно сказать творог и творог, то есть если в словаре стоит буква «и», значит, это вариантное ударение, но первое слово, да, первое, оно является предпочтительным, то есть то, которое дается в словаре творог и творог, мышление и мышление. И вот эта буква И, она говорит о том, что есть вариативность. И если мы обратимся к орфоэпической или, как мы говорим, к акцентологической норме, то есть акцентология это только ударение, орфоэпия в широком смысле и этот аспект тоже включает, то орфоэпический словарь, орфоэпический минимум, он уже у нас закладывается в первом классе. И дальше идет превращение от класса к классу, и дальше, если говорить уже о таких оценочных процедурах, на ВПР у нас есть задание, то есть российские проверочные работы, и на ЕГЭ у нас есть такое задание, безусловно. И в девятом классе есть устное собеседование, то есть вот эта норма, она очень важна. Если мы с вами посмотрим на орфоэпический минимум, ну вот я здесь взяла программу начальных классов, она такая, то есть есть разные учебники, да, и я один из вариантов только рассматриваю, но все равно, в общем-то, этот орфоэпический минимум у нас единый. И вот здесь мы видим, во-первых, слова разных частей речи, да, уважаемые коллеги, посмотрите, и достаточно сложного даже слова «банты», и есть глагол «звоните», «звонишь», да, «позвонит». И дальше дается слово «красивее», то есть абсолютно разные части речи, существительные и прилагательные, и глаголы, и наречия. И, кроме того, уже мы видим, что в первом классе, вот в этом орфоэпическом словарике, в орфоэпическом минимуме у нас есть произношение, да, «шн» и «чн», которые тоже, в общем-то, вот дано слово, да, «скворечник», «легкий», «конечно», то есть «щевель» слово, да, «щевель», вот у нас с ним сложности вплоть до старшей школы. Вот, поэтому, конечно же, большое внимание уделяется именно орфоэпической, акцентологической норме, и образцом этой нормы, носителем этой нормы, именно образцом вы являетесь прежде всего вы, уважаемые коллеги. И для того, чтобы совершенствоваться, и для того, чтобы посмотреть, правильно ли мы произносим, да, то ли иное слово, у нас есть большие возможности, мы можем обращаться к печатным изданиям, к печатным словарям, и мы можем обращаться к электронным ресурсам, например, официальный ресурс – это academic.ru. То есть здесь масса словарей, среди которых, вот здесь вы видите во вкладочке, словарь «Ударение русского языка», «Русское словесное ударение», да, вот, можно зайти на этот сайт и посмотреть электронный ресурс. Дальше, очень хороший ресурс, который я вам рекомендую, я надеюсь, что вы им пользуетесь, это «грамота.ру». Здесь есть и теоретический материал, и вот, что касается нашей темы, и что нам интересно, что помогает нам развиваться. Во-первых, здесь вот поиск слова, да, я могу любое слово проверить, и с точки зрения орфографии, синонимии и так далее, разных отношений. Здесь есть аудиословарь «Русский устный», и аудиословарь «Говори правильно». То есть работа над акцентологией, архоэпией на «грамоте.ру» она есть, словарей есть, поэтому, конечно же, мы к этому ресурсу можем с вами обращаться. Кроме того, если мы говорим о совершенствовании собственной вот такой орфоэпической нормы, да, акцентологической нормы, то здесь, как и при изучении любого раздела русского языка, есть определенные правила. Также есть и правила акцентологии, правила орфоэпические. И они классифицируются в соответствии с частями речи, то есть с частеречной принадлежностью. И как это выглядит? Вот я несколько правил буквально вынесла на слайд. Акцентология колебания удаления у имен существительных. Именно вот такой подход мы используем, то есть у существительных как, у прилагательных, у глаголов. То есть вот такой частеречный принцип лежит в основе изучения акцентологической или орфоэпической нормы. Ну и, например, колебания удаления у имен существительных. Несколько буквально аспектов. Существительные мужского рода, которые заканчиваются на лог, это не окончание, они просто заканчиваются на лог, я акцентирую внимание на этом. Называющие неодушевленные предметы имеют ударение на последнем слоге. Эпилог, каталог, некролог, но всегда есть исключения. В русском языке также и в орфоэпе, но аналог. А называющие лиц по роду занятий имеют ударение на средней части слог физиолог, антрополог. Приставочные существительные чаще имеют ударение на приставки. Засуха, отзыв, отцвет, заговор, но договор, приговор. И, например, у нас есть сложные существительные в русском языке, которые имеют вот такую вот часть провод. Именно она является ударной. Трубопровод, нефтепровод. И я думаю, в этот ряд тоже со мной вместе продолжите. Газопровод и так далее. Колебания ударения у глаголов. Здесь опять же существует ряд правил. Глаголы наеть. Сразу вспоминаем первое спряжение. Да, ударение имеют именно на этом суффиксе. Лиловеть, багроветь, черстветь. Но глагол плесни, ведь ударение на первом слуге. Если мы берем глаголы в том воспряжении наить, где и тоже является суффиксом, то ударение падает именно на этот суффикс. Облегчить, углубить и так далее. Глаголы наировать, которые сейчас очень активно пополняются в русском языке. Во многих из них остается исконное ударение, например, абонировать, копировать, форсировать. Но костюмировать, ломбировать, премировать, гравировать. То есть когда мы готовимся к чтению текста, к выступлению где-то на конференции, на методическом совещании. Безусловно, вот эта орфоэпическая, акцентологическая, интенсионная составляющая должна быть нами отработана. Потому что эту речевую культуру мы несем детям, безусловно, в дальнейшем. Если у нас есть буква ЙО, то она всегда ударная в русском языке. И личные формы глагола. В процессе развития языка здесь происходит перемещение и ударение с окончания на корень. Варит, дарит, грузит, звонит, облегчит и так далее. То есть существует ряд правил. Я только буквально на некоторых частях речи заострила внимание. А так мы можем по части речной вот такой классификации рассматривать орфоэпическую норму. Слово дня. Это всегда хорошо и для нас, и для обучающихся. То есть какое слово дня? Прорабатываем в течение дня. Ну, например, каталог. В разных вариациях. Итак, каждый день у нас есть какое-то слово дня, которое мы осваиваем, которое мы запоминаем вместе с обучающимися, вместе с детьми. Еще очень интересный момент, на который мне хочется обратить ваше внимание. В русском языке есть очень много таких сложных случаев. Вот я их вынесла на слайд. Нужно запомнить. И прежде всего нам это нужно запомнить, потому что мы опять-таки транслируем это. Согласные, первое положение. Согласные не пишутся и не произносятся в словах. Вы посмотрите, какие слова. И, пожалуйста, можете со мной вместе произносить. Я только некоторые произнесу, а вы можете вместе со мной все это произнести. Посмотреть, как вы произносили и как вы произносите вообще эти слова. Делали ли вы в них ошибки. То есть не пишутся и не произносятся в словах. Грейпфрут. Порой произносим мы иначе. «дерматин», «закоснелая», «инцидент» и так далее. Очень часто в этих словах добавляется, как мы называем, эпентический звук, звук лишний. То есть в начале слова, в конце слова, в середине слова. То есть звук, который является паразитическим. Но есть норма, и мы ей должны следовать. Следующий момент. Гласный не пишется и не произносится в словах. Бессребренник, будущий, испщренный и так далее. То есть когда мы включаем или произносим гласный, то мы, конечно же, уже нарушаем орфоэпическую норму. Я неправильный вариант не произношу, а вы можете произнести, понять, где правильно, где неправильно. Дальше. Букова пишется и произносится в словах. То есть здесь и орфография, и орфоэпия совпадают. Мы и пишем, и произносим. Ну вот, например, слово «брелок». «Брелоков» нет чего, родительный падеж. «Бюллетней» родительный падеж. А вот «конъюнктура». То есть мы и пишем, и произносим. «Проволока», «проволоков» – это слово, если обратить внимание на этимологию. И последний момент. Запомните орфографический облик слова и произносите правильно. «Бреюсь», «ветеринар», «дуршлаг», как только не произносится, «конфирка», «макулатура» и так далее. Можете тоже прочитать. То есть здесь орфографический облик слова и произношения тоже соотносятся. Вот такой орфоэпический минимум, на который следует обратить внимание. Следующий момент, о котором мне хочется с вами поговорить, это, конечно же, интонация. Интонация, как мы уже сказали, в русском языке она очень богата. Это интонация, логическое ударение, тактовое ударение, фразовое ударение, эмфатическое ударение. Эмфатика – это эмоциональное, эмоции, эмоциональное ударение. Ну вот интонация. Вот одна и та же фраза, я вот здесь ее зафиксировала, она может быть произнесена по-разному, потому что мы хотим передать разную смысловую нагрузку, разный смысл. Ну и прочитаем. Вы вместе со мной тоже читайте. «Снегири сидят на ветке дерева, снегири сидят на ветке дерева, снегири сидят на ветке дерева, снегири сидят на ветке дерева». То есть есть важный смысловой компонент, который мы выделяем. Это и есть коммуникативная задача. Когда мы, допустим, задаем детям выучить стихотворение, здесь, конечно, в идеале прочитать его самим, да, показать, куда падает ударение, с какой интонацией должно произноситься каждое предложение, какой смысл мы вкладываем, да, вот, в каждую строчку. Поэтому здесь очень важно при разучивании стихотворения, при разучивании прозы, да, поэзии, обязательно нужно показать, как нужно это читать и почему. Ну и вот такое небольшое задание. Давайте вместе подумаем. Вы тоже можете в чате писать. Вот я дала здесь предложение. С какой интонацией можно произнести эти предложения? Как изменится смысл предложения? Ставьте знаки припинания, если они нужны, да, уважаемые коллеги. Вот подумайте, вот здесь я показала такой значок, наклонная черта, она показывает, что здесь идет граница, да, или речевой такт. Вот. Каждое предложение на самом деле, да, вот из данных, можете в чате писать варианты, попробуйте произнести. Оно имеет как минимум два варианта. То есть можно по-разному произнести эту фразу. А где-то можно и по-разному знаки припинания расставить. И в данном случае изменится смысл. Изменится смысл. Так, давайте подумайте. Я, значит, специально не озвучиваю, чтобы затем правильный вариант продемонстрировать. То есть возможные даже варианты показать. Это как в том мультфильме про Вовку, который думал, да, казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать. Вот то же самое и здесь. И, ну, я думаю, что уже вы вот попробовали, да, проработать. Давайте посмотрим возможные варианты вместе. Посмотрим на эти варианты. Значит, первое предложение. Здесь работает только интонация. Только интонация. И мы никакие знаки припинания не добавляем. Но мы можем передать разные смыслы. ГОСТИ НОВЫЕ ТАНЦЫ ЗАТЕЯЛИ ГОСТИ НОВЫЕ ТАНЦЫ ЗАТЕЯЛИ То есть, если в первом случае у нас ГОСТИ ЗАТЕЯЛИ НОВЫЕ ТАНЦЫ То во втором предложении интонационном мы показываем, что это новые ГОСТИ ТАНЦЫ ЗАТЕЯЛИ Второе предложение. Из дома бабушке смерть доносился. То есть, мы понимаем, что из дома именно бабушке смерть доносился. Второй вариант. Из дома бабушке смерть доносился. Здесь, во втором варианте, мы понимаем, что это не обязательно бабушка смеялась. Просто у бабушки кто-то там был, гости, какие-то родственники, возможно, и их смерть доносился. А вот дальше предложения идут гораздо сложнее в плане интонации и пунктационного оформления. Я думаю, уважаемые коллеги, вы тоже догадались и пунктационно тоже расставили знаки припинания, потому что знаки припинания здесь необходимы, помимо интонации. Женя чувствовала сестра, просто так не уступит. В данном случае интенсионно мы показываем, что Женя просто так не уступит, и это чувствовала сестра. Вот здесь перед нами сложное предложение. Я еще поставлю запятые с обеих сторон, то есть выделю эту предаточную часть. Второй вариант. Женя чувствовала. Сестра просто так не уступит. Здесь уже чувствовала Женя, и интонационно это показывают, тоже два предложения, но здесь лучше поставить двоеточие. То есть и интонационно, и с точки зрения пунктуации эти предложения отличаются. Или еще. Этот человек не раз говорил брату Антону, никогда не был учителем. Не раз говорил брату Антон, это у нас, здесь мы видим, да, прямую речь и слова автора. То есть этот человек никогда не был учителем. Вот эти слова автора. И, соответственно, мы кавычки открываем, ставим запятые, тире, все это правильно оформляем, да, в соответствии с пунктуационным правилом. Но и интонационно мы передаем информацию какую. Этот человек, не раз говорил брату Антону, никогда не был учителем. Что этот человек не был учителем. Следующий вариант. Этот человек не раз говорил брату. Антон никогда не был учителем. Совершенно иное предложение. Мы здесь уже говорим о том, что Антон никогда не был учителем. Здесь тоже прямая речь. Но смыслы совершенно иные. Резюмируя вот то, что мы с вами проделали, да, то, о чем поговорили, вот именно на этом слайде, да, вот рассмотрев эти предложения, мы с вами можем сказать, что интонационно мы можем передать разные смыслы. И вот этой интонации мы с вами должны учить с детского возраста детей. Быть внимательными к звуку, быть внимательными к интонации. И, например, упражнений на самом деле очень много. То есть можно, например, почитать фразы в соответствии со смысловым заданием, обратить внимание на правильный выбор интонации. Вот предложение. Снег пошел. Мы можем по-разному его произнести. Мы, например, спрашиваем и удивляемся, восхищаемся и радуемся, огорчаемся сменой погоды, уточняем. Снег пошел. Радостно сообщаем друзьям. Снег пошел. Огорчаемся сменой погоды. Снег пошел. И так далее. То есть вы сами можете со мной это произносить, да? То есть мы по-разному, с разной интонацией можем произнести это предложение. И будет разный смысл. Очень хорошо в этом смысле упражнение, да? Громко, тихо. Опять-таки работа над интонацией, над смыслом, над звуком. Здесь очень хорошо работают стихи. Мы можем прочитать стихотворение, обратить внимание, как движется голос при произнесении повествовательных и вопросительных предложений. То есть педагог показывает, да? Дети повторяют. И таким образом осваивают эту интенционную составляющую речи. Почему смеется лето? Потому что много света. Почему с грибами осень? Потому что дождь и просень. Почему зима, как злюка? Потому что хлещет в юга. И вот в этом стихотворении Кожевникова, да, мы можем отрабатывать интенционные аспекты. Но здесь мы опять видим и звукопись. Звукопись рисует образы, да. Определенные образы вызывают определенные ассоциации у нас, как у читателей, как у слушателей. Следующий момент, следующее упражнение, которое тоже можно использовать, как игровое, например, закреплять умение передавать мелодику интонации, завершенности в экспрессивной речи. Экспрессия, она передается и интонационная, и при помощи морфем русского языка. То есть работает словообразование, работает морфемика, да. Вообще нужно сказать, что орфоэпия, фонетика связаны со всеми разделами русского языка, и с орфографией, и с правописанием, и с морфологией, безусловно, и со словообразованием. Здесь все разделы абсолютно связаны с фонетикой орфоэпии, и интонологией в том числе. Детям предлагается повторить за педагогом фразу с интонацией завершенностей, заменив с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, а они характерны для вообще детской речи, все именно осуществительны, например, на ласковые. Здесь отработка идет не только интонационная, но здесь еще идет работа над словообразованием. Ну вот, например, у лисы пушистый хвост. У лисички пушистый хвостик. У лисички пушистенький хвостик. То есть вот здесь мы видим, как меняется слово, его словообразовательная структура, и таким образом меняется интонация, меняются смыслы, безусловно. В этом отношении, отрабатывая именно интонационную составляющую, очень хорошо, конечно, прибегать к классике. Классические произведения, как поэтические тексты, так и прозаические, они хороши. Ну вот, например, муха-цокотуха, да? И темп меняется, и очень хорошо, когда у нас это все прописано, мы это отрабатываем. Чуковский муха-цокотуха. Вот, например. Но жуки-червяки испугались, по углам, по щелям разбежались, тараканы под диваном, а козявочки под лавочкой, а букашки под кровать не желают воевать. И никто даже с места не сдвинется. Ну, динамика может быть разной, у каждого может быть свое прочтение, но мы это показываем, да? То есть как голосом, да, мы играем, как мы играем интонацией. И еще очень такой важный момент. Мы очень часто вообще задаем детям задание, да, выучить наизусть в любом возрасте абсолютно. Какие-то отрывки, какие-то такие вот поэтические тексты, прозаические тексты очень легко запоминаются, и почему-то это происходит, да, они легко ложатся, они отзываются у ребенка, вот. А где-то у нас возникает вот такой вот, может быть, где-то мы очень сложно это заучиваем, да. С чем это связано? Во-первых, конечно же, с образами, которые рисуются в воображении ребенка. Когда образ легко рисуется, когда слова понятны, а может быть непонятно, но они привлекают смысл, они ему интересны, вот это даже игра, оказиональное образование, игра слов, вот. Тогда, конечно, запоминание, процесс заучивания, он очень легкий. Вот. А когда что-то непонятно, что-то не вызывает должные ассоциации, значит, не отзывается восприятие ребенка, тогда, конечно, заучить стихотворение будет просто муко. Ну вот, наверное, каждый из нас, я думаю, вы со мной согласитесь, уважаемые коллеги, вот очень легко запомнил, даже я бы не сказала, что выучил, потому что тут, наверное, учить не надо было, известные строки, «Лукоморье», «Дуб зеленый», отрывок, да, из поэма Александра Сергеевича Пушкина, Руслана Людмила. Наверное, каждый из нас, живущий в России, знает этот отрывок. Почему? Потому что ложится, потому что отзывается, потому что вот эта звукопись, потому что слог, потому что образы, и мы рисуем эту сказку, и это все очень хорошо отзывается у нас с вами. У «Лукоморья» дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка-то на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Вот этот сказочный образ мы нарисовали, да, и звукопись, и слог яркий, и интонация. Конечно, мы легко запоминаем такие стихи, и запоминаем надолго. Но, уважаемые коллеги, конечно же, мы обращаемся не только к поэзии, и здесь очень хорошо, я акцентирую внимание, безусловно, то есть когда мы работаем над арфоэпи, над звуком, над интонацией, конечно же, нужно обращаться и к прозе. Можно брать тематические, да, могут быть у нас тематические подходы, потому что мы дальше, понимаете, работая вот с детьми, да, с детства, то есть приучаем к тому, чтобы дальше мы могли вообще декламировать стихи, да, в более старшем возрасте. То есть мы открываем вот эту дорогу, показываем этот мир поэзии и прозы. И вот здесь очень хорошо обращаться тоже к классическим произведениям, потому что нам важно показать эстетику, нам важно показать аксиологические аспекты, нам важно показать и привить вот это внимательное отношение к русскому слову. чтобы текст трогал. Это должна быть высококачественная поэзия и проза, потому что именно здесь мы закладываем еще и духовность. Рассказ «Осень» душинский, Константин Митриевич Ушинский, рассказ «Осень», здесь можно это и к теме осени, да, мы также можем взять что-то, если тематическая зима, весна, лето, наблюдать за природой, наблюдать через слово за природой и обратно, да, через, так скажем, созерцание природы мы можем обращаться к слову. Да, ну и, например, да, фрагмент, вот я взяла «Мелкие осенние дождики, совсем не похожи на летние грозовые дожди. Они идут беспрестанно, и земля уже не просыхает скоро, как бывало летом. Ветер дует без густоли, далеко разнося созревшие семена деревьев и трав и доставляя мальчику удовольствие высоко запустить бумажного змея. Лист на деревьях начинает кое-где желтеть еще в конце августа. В сентябре вы замечаете, как на березе все еще зеленые появляются там и сям совершенно желтые золотистые ветки, будто мертвящая рука осени схватила и измяла их мимохода». Ну и там можно продолжать, да, вот небольшой отрывок. То есть, безусловно, нужно читать детям, читать детям абсолютно любого возраста. И таким образом мы формируем и художественный вкус, и показываем красоту русского слова, и показываем, как это нужно делать. Поэтому еще раз, разюмируя все сказанное, все-таки образцом, таким вот транслятором, да, орфоэпической, акцентологической нормой, интонационной культурой является педагог. Поэтому каждый день развиваемся, совершенствуемся и несем эту культуру детям. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием их отвечу. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.